я хочу еще остановиться на той конфигурации когда поле сжато с боков видели такую картинку да вот это приводит падение слуха нарушает мозговое кровообращение вот это поле вокруг головы которые можно представить в виде там шарика да вы взяли его так сдавили и у вас сюда вперед да назад что это за программа откуда она берется да когда только в районе головы ну допустим мы продемонстировали человека у него он был у нас какой стеснительный да у него поле было все вот так потом мы в него убрали стеснительность он наш класс зашел да и у него все произошло около головы вот так остались это может быть она прятаться в тени этого этой программы либо быть самостоятельным это чем говорит это человек добровольно надевший себе шоры на глаза либо человек поставленный в рамки действующих строгих норм и правил я напишу книжки если вы читали что наиболее часто этому подвержены кто учителя врачи и чиновники потому что они как раз вот эти рамки действующих норм и правил они поставлены и не могут никак это делать но бывает так что люди целеустремленные вот пока институт не закончил замуж не буду выходить или жениться не буду пока квартира не получусь и в нее не завожу ну у каждого свои тараканы в голове и вот он этот человек как бы закрывается от всех соблазмов от всех развлечений у него конкретная цель а это приводит нарушение мозгового кровопрощения всему остальному потому что бог нам передает информацию через других людей а когда мы шору надеваем мы как бы себя от него и закрываем и в итоге мы эту информацию пропускаем нам необходимую ну и теряем слух и здоровье теле как от этого избавиться ну вы это любите поэтому игры так закрыли глаза представили что вы лошадь у вас на глазах вот эти вот шоры так мысленно их снимите отсюда эти шоры у вас угол зрения сразу стал круговой обзор круговой и так мысленно это поле еще вокруг головы и его раздвинули так изнутри о правильный молодец правильный молодец вот изнутри его что поле вокруг головы стало симметрично так открывайте глаза так что почувствовали ну во первых у кого на слух обратите внимание слух обострился а что в уши заложила то есть ясно да теперь следующая программа когда поле около головы либо сюда либо сюда это говорит о категоричности что человек категоричный вот это категоричный прокурор я вам рассказывал об этом да помните а вот это категоричный адвокат что касается вас то вы категоричный прокурор вам нужна ясность во всем здесь и сейчас и определить кто виноват и определить степень его вины вынести ему вердикт обвинительный и до не выходя из зала суда в трех экземплярах ему привести этот приговор вы же такая у нас наверно потому вас это плохо и страдает левая ты такой хорошо что ты такой давай посмотрим давайте сюда вдвоем выходите уже что мы уже в этом формате и работали с вами дальше вот есть люди у которых это поле смещается вот в эту сторону да а есть люди которые в другую сторону сейчас мы посмотрим она у нас кто она у нас тоже этот самый прокурор вот здесь и сейчас да как в оперете вольный ветер да ах лёша аж саша решит здесь и сейчас да и весь зал трясется вместе с ней и думает а как же это все произойдет там лёша или саша в конце концов а ей что говорят чтобы я сказал то ложись спать утром вечера мудренее проснешься как я про серёжа то забыл так вот эта категоричность как раз и приводит что хуже слышит это ухо правда у вас тоже это ухо слышит да да ну и здесь да значит как правильно то есть взгляд прокурорские взгляд адвокатские они противоположны ну и что их объединяет что это односторонний взгляд на вещи как говорили древние мудрецы да посмотри на проблему с одной стороны посмотри на нее с другой стороны и тогда ты приобретешь мудрость и вот призван решать эту проблему в суде кто судья он послушал выступление прокурора материалы следствия выступления свидетеля со стороны обвинения с другой стороны все послушал и так я вижу что дело сырое выступление не убедительные да поэтому так дело на доследование заседание переносим на более поздний срок посудимого на подписку невыезде освобождаем прямо из зала суда да а заседание переносим вот на такой-то срок я не хочу быть причиной неверно принятого судебного решения когда человек категоричен он рискует вот это самое решение принять вот посмотрите как построены все детективные романы вот начинаешь считать с первой страницы уже ясно кто преступник а потом в ходе развития событий ты видишь что там меняется один второй третий в конце концов преступником оказывается тот на кого меньше всего думали да но в этом интрига этого детективного жанра вообще-то говоря то есть не всегда мы с первого взгляда можем хотя интуиция иногда и правильно подсказывать но дело не в том даже если вы с первого взгляда и правильно все поняли но вот это скоропалительность принятия решения она приводит вот этому смещению поэтому как нужно нужно к любому достаточно известному событию подходить так как будто вы с ним столкнулись первый раз жизни вот как говорят наши хорошие актеры мы ведь выходим на сцену там уже в какой-то раз да но мы выходим на нее так как будто мы туда выходим первый раз вот вам нравится этот судья вдумчивый вы готовы также как он не торопиться с выводами отложить принятие ответственного решения на более поздний срок вот с целью собрать дополнительную информацию хорошая программа я сказал не торопиться это не означает что до утра можно и дольше подождать вот все зависит нам не надо тренироваться нам надо один раз принять решение и все нечего там тренироваться тренируется тот тренируется тот кто не умеет играть так у нас тут все профессионалы собрались понятно вот смотрите 1 и поле стало на место тебе рассказывайте что у вас там происходит а где что происходит вот сейчас да вот смотрите современные методы исследования состояния мозгового кровообращения какие у нас мрт и ревозограмма сосудов головного мозга ну написали вам там что у вас затруднен венозный отток в левой базилярная область тетрад а дальше что а дальше иди к врачу иди там за таблетками и дальше а изменить то никто ничего не может а здесь раз да и чувствую что голова просто светлая стала а слух как у нас сейчас ухо перестало болеть ухо перестало болеть да ну теперь давайте закройте одно ухо любое так как меня слышите за запомнила да давайте второго так как меня слышите запомнили одинаково да лучше слышит одинаково слух восстанавливается независимо от того сколько прошло времени все да вам никто не мешает соблюдать требования охраны труда и техники безопасности да никто вам не запрещает их соблюдать правильно но зачем смотреть на это вещи с одной стороны я тоже последнее время работал специалистом по охране труда так вот там есть вы знаете да я даже написал диплом на эту тему когда учился вот на этих курсах там есть психологические аспекты вопросов охраны труда то есть люди по своей природе экстремалы и для него нарушить любое правило этому хлебом не корми известно да сварщик летом да пояс раздетый и в тапочках идет и все но он же знает это грубейшее нарушение что металл может капнуть ему на ногу и так дальше да и на тело попасть нет он экстремал для него вот это вот нарушить правила охраны труда это еще раз говорю хлебом не кормить вы это надо эти факторы учитывать тоже поэтому вы требовать от них этих ведь но должны понимать с кем вы дело имеете на нужно понять как его мотивировать все таки не просто запретами заставить соблюдать требования охраны труда а подвести его к этому пониманию но результат есть почувствовал да в голове что произошло когда мы это поле но это не совесть понятно что это не совесть зашевелилась артая говорит как стихи такие есть это давно и считал я говорит сижу и слышно в комнате как я мозгами шевелю это примерно так на у вас как давайте посмотрим вы своего прокурорского взгляда избавились избавились но и что сейчас что там почувствовали голове что почувствовал 40 годы отработал школе сейчас что в голове происходит ну правильно конечно смотрите резко что у нас поле изменилось и началось что опять и выравнивание это кровотока и при первое время человек чувствует что тут у него давление какое-то да но это не давление а можно сколько раз говорю это расширяются стенки сосудов туда крови идет большим потоком это такое чувство распирания которое быстро проходит но так она со слухом давайте посмотрим что же получилось у вас так как вы меня этим ухом слышите запомнили а теперь то ухо закройте а как меня этим ухом слышите одинаково а было не одинаково правильно боль прошла говорите громче микрофон у меня была боль она прошла вот просто понятно да классно да да я рад за вас спасибо вам большое мы были на 13 марта и 14-15 на тренинге и очень нам понравилось и эта методика это как виктор васильевич преподает все понятно доходчиво рассказывает и очень это полезная методика потому что я тоже почувствовала и прилив сил и изменение своего состояния и во первых получила навыки работы для своего здоровья для здоровья своих родных и близких то что действительно эта методика работает очень полезно и рекомендую другим людям тоже пользоваться услугами виктора васильевича руденко и изучать его методику и применять самостоятельно подписывайтесь на youtube канал ставьте лайк нажимайте на колокольчик и пишите свои комментарии под видео да и чуть не забыл регистрируйтесь в партнерской программе академии целителей до встречи